Приветствую, друзья! Меня зовут Дмитрий, и ты смотришь Хочу в кино. Сегодня я расскажу тебе про фильм Макбет. Поехали! Прежде стоит сказать, что на этой неделе вышли две картины. Это история про Виктора Франкенштейна, который получил очень низкий рейтинг, и фильм Макбет с хорошим рейтингом. Но что забавно, что у Франкенштейна сеанса было в два или в три раза больше, чем на Макбет, к чему я, собственно, уже привык. Что Макбет, что Франкенштейн, это всё фильмы по книге, которые не одно разу уже были показаны в театрах, и не одно разу уже были сняты для экранов кинотеатров. И вот Франкенштейн всем советую посмотреть картину 2011 года. Это театральное выступление с Бенедитом Камбербетчем, вам просто понравится. Макбет — это одна из самых известных пьес Уильяма Шекспира. Расскажет нам про алчность и предательство друзей. Достаточно простая, но очень интересная и цепляющая история. Картина начинается с того момента, которого не было в театре. Майкл Фассбендер рубит всех налево и направо своим мечом. Летят кровь, кишки, эпик, динамика, экшн с элементами слоу-мо, как в «300 спартанцах», и это реально классно. Ну а дальше уже мы смотрим, как хорошее театральное выступление, хорошо снятое и хорошо смонтированное, и мы уже наблюдаем за актёрской игрой, а не за всеми этими красивыми элементами. Фильм снят реально классно, то есть он был снят в натуральных условиях, то есть красивые горы Шотландии во время заката, во время рассвета. Там был реальный туман или реальная буря, то есть снимали в плохую погоду, и это чувствуется, то есть фильм обрёл такую натуральность, которая дополняет историю и смотрится это реально классно. Пожалуй, это самая удачная адаптация сценария. Она получила название «Мрачно-реалистичный». В 2010 году мы видели современную, а в 2006 был просто полный бардак. Это была современная адаптация с элементами мистики. У меня просто нет слов, ребят. Смотрите трейлер, как можно было так испортить историю великого Шекспира. Я не знаю. Актёрский состав у фильма реально классный. Это Майкл Фассбендер, которого мы видели в фильме «Девенадцать лет рабства», «Бесславные ублюдки», «Люди Икс», «Первый класс» и сериал «Братья по оружию». В общем, парень играет реально классно, и был он тут к месту, и смотрелся на своей роли отлично. И красавица Марион Катерьяр, которая получила Оскар за фильм «Жизнь в розовых тонах», где она сыграла Эдит Пиаф. И в этой картине она сыграла реально классно, то есть актёры смотрелись просто к месту, идеально вжились в своей роли, и ты им верил, и было очень классно и интересно за ними наблюдать. Но местами мне показалось, что актёры играли как-то скованно, сдержанно. Возможно, это потому, что мне уже довелось посмотреть «Леди Макбет» в театре, и когда актёры играют в театре, они играют это по-другому. То есть они играют это так, чтобы люди все слышали, чувствовали даже на последних рядах. А в фильме наоборот, надо не переборщить с эмоциями. Возможно, поэтому мне так и показалось. В итоге мы имеем фильм с удачно адаптированным сценарием, с хорошим актёрским составом и красивыми пейзажами. В общем, думаю, что стоит посмотреть этот фильм в кинотеатре. Думаю, вы не пожалеете. Ну что ж, с вами был Дмитрий. Ты смотрел «Хочу в кино». Спасибо кинотеатру «Киномечта» за предоставленный мне билет на фильм. Увидимся с вами на следующей неделе. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!